Ведение в анализ данных Я занимаюсь тем лидом в компании Delivery Club, надеюсь, всем не безызвестный юнит Mail.ru Group. Я занимаюсь разработкой алгоритмов, построением предиктивных моделей для бизнеса. Вообще аналитикой я занимаюсь уже достаточно давно, более 7 лет. Свой карьерный, соответственно, путь я начал в генплане города Москвы, где занимался моделированием территорий Новой Москвы. То есть я буквально предсказывал и моделировал, как будут у нас располагаться жилые массивы, различные соц.дем. И, соответственно, сейчас, когда я проезжаю мимо территории Новой Москвы, мне очень интересно смотреть на мою как раз продемную работу. Дальше я работал в банке ВТБ, где тоже занимался анализом данных, тоже моделированием скоринговых моделей, в том числе моделировал фродовые модели. То есть тоже достаточно такая серьезная аналитическая работа. В Mail.ru группе я работаю уже почти 2 года. Как я уже вам сказал, работаю в Delivery Club. Вот, кстати, интересно, кто из вас заказывал Delivery Club что-нибудь? Знаете про это в бизнесе? Нет? Отлично. Кому-нибудь курьеры опаздывали? Поднимите руку. Так, да, ну вот можете как раз вот ко мне предъявлять претензии, да, высказывать свои вопросы. Да, потому что как раз я занимаюсь, вот в частности, анализом и планированием курьеров. То есть я предсказываю количество заказов в определенных ресторанах, сколько в какой точке будет, соответственно, планирую под это необходимое количество курьеров. Соответственно, мой KPI в основном это время доставки. Вот, дальше, да, пару слов скажу про Владимира, второго нашего преподавателя, с которым вы познакомитесь в эту же субботу. У нас второе занятие будет в эту же субботу. Он программист в поиске Mail.ru, а также как раз ваш коллега, он выпускник техносферы, буквально в недавнем прошлом. Сейчас тоже занимается построением ML-решений и их внедрением в различные как раз проекты компании Mail.ru Group. Вы как раз познакомьтесь с ним на следующей лекции. Итак, давайте я расскажу немножко про цели нашего курса введения в анализ данных. В первую очередь, вы должны, пройдя этот курс, получить основы программирования на, надеюсь, всем неизвестном языке Python. Также освоить базовые прикладные инструменты для анализа данных. Ну, естественно, мы будем работать с различными проектами, будем применять наши полученные знания на реальных задачах. А также, третья цель курса, это изучить базовые понятия математической статистики. Как раз вот три лекции у нас будут, они будут достаточно такие объемные, достаточно сложные, но будет просто огромное количество, я могу даже сказать, интереснейшего и уникального материала, который вы потом в дальнейшем сможете применить в том месте работы, соответственно, где вы уже будете, соответственно, работать. То есть, все будет сделано в Юпитер-ноутбуках, соответственно, все там различные формулы, примеры. Вы просто, надеюсь, будете обращаться к моим лекциям, их использовать и активно применять в ваших местах труда. Давайте сразу расскажу про план нашего курса и баллы, которые вы можете получить. У нас, соответственно, будет 12 занятий обязательных, и один, соответственно, у нас будет пересдача, кто, соответственно, не набрал необходимое количество баллов. Давайте немножечко, быстро пройдусь по тому, что будет включено в наш план. Вот сегодня мы как раз будет вводное занятие, где я рассказываю уже про наш курс, что будет из себя представлять. Также во второй части занятия мы познакомимся с Python, как вот, соответственно, пройдем основной синтексис, как надо будет с ним работать, как выполнять домашние задания. То есть, достаточно такая вводная лекция. Дальше мы познакомимся с библиотекой NumPy, будет как раз Владимир вести. Третье занятие — библиотека Pandas для анализа данных. Четвертое занятие — это у нас визуализация данных. Познакомимся вообще с основными библиотеками для визуализации данных, что очень важно как раз для аналитика уметь свои данные как-то визуализировать. Ну, естественно, когда у нас не цифры, а картинки, естественно, это намного лучше воспринимается, и, естественно, анализ проходит намного эффективнее. Пятое-шеестое занятие посвящено углубленному Python, где вы познакомитесь уже с основами объектно-ориентированного программирования, познакомитесь с более какими-то сложными функциями, с декораторами, другими структурами. Тоже достаточно такие объемные, интересные лекции. И седьмая лекция, которая заканчивает, соответственно, введение именно для работы с Python — это парсинг данных с помощью Python. Вот. И потом дальше начинается у нас как раз три достаточно вот такие объемные лекции по статистике, которые, естественно, я про вам говорил. Это введение в статистику, две лекции, и потом работа с временными рядами. Одиннадцатая лекция у нас посвящена введению в синтаксису SQL, соответственно, да, вы познакомитесь, кто еще не знаком с этим языком. И, соответственно, всю лекцию мы с вами будем делать именно практические примеры, то есть буквально будем проходить какую-то тему, будем разбирать какой-то синтаксис, и сразу будем пытаться работать с базой данных, будем сразу набирать коды. Так, за что, соответственно, можно получать баллы на нашем курсе? Как вы уже видите, уже буквально сегодня вы получите ваше первое домашнее задание, за которое вы, соответственно, сможете получить 5 баллов. Соответственно, какие-то, соответственно, где у нас написано ДЗ, значит, на этой лекции вы получите задание после нашей лекции, да, и там будет очень подробная инструкция, то есть за что будут даваться баллы, какие, соответственно, у вас сроки, и если, соответственно, у нас обычно такая система, что если вы, соответственно, простачиваете домашнее задание по срокам, у вас, соответственно, некая часть баллов снимается. Что такое КР? КР — это, соответственно, у нас контрольная работа в классе будет даваться, да, То есть, как обычно происходит, первая часть у нас, соответственно, лекция, а на второй части выдается вам контрольная работа, которую вы должны будете выполнить в течение оставшегося семинара. То есть, домой вы ее не уносите. Дальше, что еще из интересного. У нас, соответственно, есть с вами мини-проект, который будет выполняться индивидуально, в отличие от параллельного нашего курса, на котором вам предстоит как раз все полученные знания проверить на практике. Должно проанализировать датасет, но я уже ближе к делу вам расскажу. Проанализировать датасет и показать ваше владение техниками анализа данных, которые были получены на предыдущих лекциях. Что еще из интересного? 12 занятие — это коллоквиум. Он из себя будет представлять, соответственно, два задания. Ну, два или три, мы пока еще с Владимиром не решили. Задания будут разбиваться, два или четыре, точнее. Задания, соответственно, будут разбиваться по двум блокам. Первые два вопроса будут посвящены именно синтаксису Пайтона и заданиям на Пайтоне. А вторая часть, соответственно, блока вопросов будет посвящена именно анализу данных с точки зрения математической статистики, с точки зрения анализа данных в том виде, в котором его можно понимать. Вот, что еще? Давайте, да, я вот примерно про сложность расскажу. Вот у нас есть достаточно такие сложные задания, да, это вот, прошу обратить внимание на второе домашнее задание, которое вы получите после пятой лекции. Пожалуйста, не затягивайте. Да, не сразу, не затягивайте. То же самое и с мини-проектом, соответственно, да, кто лучше потихонечку начинает делать, там пунктов достаточно много, потихонечку делаете, соответственно. Чем раньше закончите, тем, да, вас лучше и для меня лучше, да, я вам быстрее оценку скажу. То есть я буквально сразу посмотрю и дам, ну, чем раньше закончите, тем больше фидбэк я про вашу работу смогу дать. Потому что когда вот у меня 70 работ приходит, ну, к сожалению, объемный фидбэк, который я вот очень хочу студентам передавать, у меня, к сожалению, времени просто иногда не хватает, и вот приходится вот кратко, емко что-то отвечать. Так, что еще вам сразу нужно сказать? Так, да, давайте про разбаловку. А, да, вот еще что. У нас есть, соответственно, контрольная тоже работа в классе будет на временные ряды. Здесь у нас будет, соответственно, кегл-контест. Что такое кегл, кто-нибудь знает? Отлично. Вот последние ряды опять. Вот, соответственно, здесь у нас можно получить будет дополнительные баллы. То есть у нас будет как? Если кто знаком с понятием бейзлайна в кегле, да, нужно будет, чтобы получить 6 баллов, нужно побить некий бейзлайн, применив модель временных рядов. А, соответственно, ребята, которые будут выше, ну, там, первые, вторые, третьи места смогут получить дополнительные баллы за как раз вот топовые первые места. То есть здесь можно дополнительных баллов так вот, ну, нормально набрать. И давайте я про разбаловку говорю, какая у нас на нашем курсе. Соответственно, 85-100 баллов – это оценка отлично у нас, 70-85 баллов – хорошо, 50-70 баллов – это удовлетворительно. Соответственно, все задания, которые, вот я сейчас перечислил, за которые можно получить баллы, они не являются обязательными. Соответственно, вы решаете, где получать баллы, а где не получать. Соответственно, проект, да, если у вас, вот вы делаете мини-проект, соответственно, допустим, кто-то не успевает, кто-то какую-то тему не понял, вы можете сделать какие-то отдельные части этого проекта, да, и получить, например, баллы за визуализацию данных, тоже за это отдельные баллы даются, за применение статистических гипотез тоже там какие-то баллы даются, и, например, не получать баллы там за другие пункты. То есть, все задания являются необязательными и только зависит от вашего личного рвения. Ну, как вы понимаете, да, у нас основные баллы можно получить за мини-проект, да, и за коллоквиум, ну, на который, естественно, лучше посетить. Так, ну давайте уже такой коррекционным моментом уже начинать переходить к лекции. Давайте, ну, просто с вами поговорим, что такое вообще понимается под анализом данных. Ну, в первую очередь, это процесс исследования, фильтрации, преобразования и моделирования данных с целью излечения полезной информации и принятия решений. Ну, вот интересно, да, а кто-нибудь знает из вас такое выражение, как garbage in, garbage out? Ну, то есть, мусор на входе и мусор на выходе. Соответственно, для аналитика при даже построении модели очень важно подходить к вопросу именно исследования, фильтрации и сбора данных для того, чтобы ваши данные были подходящими, чистыми, ну, естественно, актуальными. Соответственно, если в вашу модель или в какой-то там ваш анализ подадите, условно говоря, на вход какой-то мусор из данных, у вас, соответственно, на выходе будет мусор. Соответственно, я хочу вас обратить внимание, да, что именно вот подготовка данных, их сбор и очистка являются одними, наверное, из самых важных этапов в анализе данных, потому что все хотят заниматься построением моделей, все хотят фитить XG-бусты и CAT-бусты, да, на своих данных, чтобы у нас там все сходилось, были прогнозы. Но самое главное, естественно, да, это не, как вы, не знаю, знаете или нет, это не подбор гиперпараметров ваших моделей, они влияют, ну, совсем мало, а самое главное, это, конечно, подготовка данных. Вот на этот как раз подготовку и очистку данных будет направлен наш с вами курс. Я здесь перечислил, из чего может быть состоять анализ данных, да, что в него ходит как поэтапно, давайте повторим, это сбор данных, подготовка данных, наше храждение скрытых зависимостей каких-то, да, то есть и разработка моделей и прочее. Ну и как вы думаете, да, на какой вот, какой процентаж вот из этих пунктов занимает, соответственно, в работе аналитика данных, да, там, Data Scientist, что на обучение, сбор данных, подготовка и сбор данных и подготовка очисток данных занимает буквально до 75, будет занимать до 75 процентов вашего времени. Соответственно, да, вдумайтесь об этом и сразу, когда вот вы подходите к процессу именно обучения, анализу данных, просто уделяйте этому больше внимания и, соответственно, стройте процесс своего обучения, да, с учетом вот этих вот внутренних инсайтов. Давайте, я не буду вам рассказывать, да, чем отличается, там, Data Science, там, от Machine Learning и так далее, давайте я вам расскажу более прикладную информацию о том, какие специалисты сейчас на рынке есть по анализу данных и которые они достаточно, ну, сейчас, вообще специалисты по анализу данных сейчас очень безумно востребованы на рынке, если вы не знаете. Какие сейчас основные специалисты по анализу данных есть? Есть три таких вот основных специальности, да, которые вот на рынке сейчас вот различают. В первую очередь, это BI-аналитик. Он решает срочные задачи, работает с базой данных, готовит дашборды и отвечает за визуализацию данных. То есть, фактически, это некие хранители данных. То есть, в первую очередь, они работают с базой данных, они дают бизнесу те какие-то внутренние инсайты и показатели, на которые бизнес может, соответственно, обратить внимание. Да, в первую очередь. То есть, знаете, как вот вы встречаетесь с начальником, у начальника очень мало времени, и чтобы донести до него информацию как-то, ему всего лишь нужно показать одну линию, да, вот, всю какую-то проблему передать в виде одной линии, да, что, например, там, рост чего-то или падение чего-то или в виде одной цифры. Вот хороший BI-аналитик покажет одну цифру. Плохой, соответственно, покажет огромные там таблицы какие-то, тысячу цифр, будет заваливать ненужные информации ваше начальство, и он ничего не поймет, скажет, что происходит, и, соответственно, бизнес сразу придет в упадок. Вот, соответственно, хороший BI-аналитик именно доносит, он владеет данными и очень хорошо, соответственно, доносит вот эту вот информацию. Значит, он понимает, что нужно показать начальству. Дальше. Ну, просто аналитик, да, соответственно, тоже вот такой специалист существует. Кто это такой? Он отлично знает предметную область, он отлично знает именно бизнес, он анализирует метрики, проводит эксперименты, составляет прогнозы и глубоко закапывается в имеющиеся данные. То есть, ну, например, у нас есть, вот, в нашей бизнес-юнице есть, например, такие вот операционные аналитики, да, то есть это что люди? Это вот такие вот ищейки, которые больше уже к бизнесу относятся, но при этом они прям зарываются в каждую проблему буквально, да. Они стараются везде найти какие-то вот проблемы и на них вот каждому из юнитов указать, да. Он подходит к биоаналитику, говорит, так, у тебя неправильный дашборд, так, потом подходит к отделению, там, Data Science, и говорит, так, у вас модель тут неправильно предсказывает, скорее всего, вы не добавили такую фичу. То есть, да, то есть здесь это человек, который понимает и основы, там, машинного обучения, то есть он знает, что передать в модель, и в том числе он, как бы, уже находится очень близко к бизнесу, то есть он такой является неким промежуточным звеном, который может, соответственно, помочь как и тем, так и другим. Ну и Data Scientist, соответственно, это ребята, которые структурируют и анализируют большие объемы данных, применяют машинное обучение для предсказания событий и обнаружения неочевидных закономерностей, да, то есть это те ребята, которые, соответственно, строят модели, соответственно, да, и пытаются оптимизировать бизнес, автоматизировать его, да, как вот говорят. Ну вот, соответственно, сейчас, в принципе, вам нужно, да, определиться, по какому направлению вам интереснее всего идти, потому что все три направления, они достаточно самобытные, они все очень интересные, и, соответственно, сейчас, когда вы встаете вот как раз вот на, надеюсь, на начале вашего карьерного пути, определяетесь в каком-то вашем направлении в сфере анализа данных, и как раз вот, опять же, повторюсь, строите свое какое-то обучение, дальнейшие шаги, именно с учетом какой-то вот вашей прикладной специальности. Да, опять же, повторюсь, все специалисты сейчас на рынке очень-очень востребованы, все вот эти вот три группы. Вот, ну, наш курс проходит с применением языка Python. Почему вообще, да, Python, почему не R, почему не C++? Ну, во-первых, Python достаточно, ну, недостаточно, а очень популярный язык программирования. Вот я взял как раз информацию с сайта Stack Overflow, статья называется Most Loved, Dreaded and Wanted Languages. Соответственно, здесь вот рейтинг самых любимых языков со стороны программистов. Ну, лидирует Rust, но Python далеко не посредине находится как раз в вершине, на третьем месте. А также, что, наверное, для вас самое интересное, самый, Python является самым востребованным языком со стороны как раз работодателей. Потому что Python достаточно универсальная вещь, про которую мы поговорим чуть позже. Да, отличный язык программирования, и вот про батарейки в комплекте поговорим чуть позже. Дальше. Почему Python? Вот Python достаточно прост в освоении. Вот я нашел в интернете такую книжку Python for Kids. То есть уже с ранних пор Python можно уже давать детям, и они, соответственно, будут начинать программировать. Вот по C++ я такой книги не видел. По ассемблеру тоже. Ну да ладно. Вот. Ну и что еще интересно, соответственно, хочу вам показать, что для того, чтобы начинать анализировать данные и уже применять на практике Python для анализа данных, вам не нужно изучать вот этот вот весь большой скоб по языку Python. Вот, соответственно, вы изучаете какую-то часть, которая четко направлена на анализ данных, вы изучаете определенные библиотеки, и это, соответственно, вам будет полностью достаточно для того, чтобы эффективно анализировать данные. Дальше. Как я вам лично советую изучать Python? Кто еще не знает? А давайте я спрошу, кто уже программирует на Python? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично. А кто хорошо прям программирует на Python? Поднимите руку. Так. Ну, отлично, что уже кто-то запускал, если Юпитер ноутбук, уже неплохо. Но я вижу, да, остаются ребята, кто еще, наверное, не запускал Юпитер ноутбук, ничего страшного. Сегодня вот как раз вот для вас я расскажу. Итак, как вот советую изучать Python? Ну, в первую очередь у вас должна быть какая-то настольная книга по Python, или купленная на Амазоне, или, соответственно, купленная в книжном магазине. Это вот я вам советую, наверное, вот Learning Python, изучаем Python, Марка Луция. Ну, самая базовая книга по Python, там вот все полностью, полностью информация по всему языку, по всем структурам данных, как настольную книгу я вам очень советую. Ну, наверное, читать ее от корки до корки не очень хорошее, соответственно, ее использование. А как справочную литературу, отлично, советую прямо обращаться сюда, там все достаточно ясно и доступно написано. И вторая книга, это которая вот именно Python для анализа данных. Вот ее я бы просмотрел буквально каждую страницу, да, потому что, ну, не читал, а просмотрел, да, и тоже, как у нас, советую вам вот как бы строить, ну, вообще вот обучение. В первую очередь мы на наших лекциях смотрим, как можно было бы сделать, да, что, соответственно, вы смотрите, как можно использовать Python, вы просто запоминаете, что так можно было бы сделать. Соответственно, когда вы в жизни сталкиваетесь с той или иной проблемой, да, вы просто открываете какую-то справочную информацию или книгу, или там мою лекцию и начинаете ей пользоваться. Ну, как бы, соответственно, здесь то же самое. Вы просто советую открыть вам эту книгу как-то на досуге или там после того, как пройдете наш курс, и просто ее пролистать, и вы будете знать, как, соответственно, можно пользоваться там различными структурами, и, возможно, вам в жизни это очень пригодится, и вы отложите, соответственно, себе это на подкорки. Дальше. Мимо книг, что нужно для анализа данных из Python? Это, конечно, изучение самых основных библиотек, с которыми вам предстоит работать. Ну, в первую очередь, это NumPyPandas, по которым будет у нас отдельные лекции. Это, наверное, самые такие основные библиотеки, с которыми вы будете сталкиваться. Дальше. Библиотеки для визуализации данных. Это Matplotplip и Seborn. В принципе. Да, также библиотеки еще для машинного обучения. Это как раз вот мои коллеги с параллельным курсом вам расскажут. Библиотека как раз SkyCatLearn, библиотека градиентного бустинга, LightGBM, XGBoost, CatBoost. Ну, а также, соответственно, библиотеки для математической статистики. Да, это, в первую очередь, там SkyPy и StatsModels. Мы их с вами все подробно посмотрим. Так что, все впереди у нас. Дальше. Как еще я вам советую изучать, соответственно, Python и развиваться с точки зрения специалистов дальше? Ну, это мое любимое. Это закрепление знаний на практике с помощью кегла. Кто-нибудь уже на кегле участвовал? Так, отлично. Есть какие-то достижения? Нет, отлично. Да, сейчас я на кегле кегл-мастер. У меня там более 10 соревнований, более 10 медалей. Тоже стремлюсь сейчас, соответственно, к грандмастеру. Соответственно, вам я тоже советую. Свободное время. Если, соответственно, у вас есть там пара вечерних часов, заходите на кегл, смотрите соревнования. Пока что лучше практического места, где можно получить такие прикладные знания, я еще не видел. Соответственно, там вы изучите state-of-the-art решения для решения различных задач машинного обучения. Там огромные, соответственно, кернеллы, дискуссии, где ребята выкладывают отличные суперподробные решения. Ну, если захотите, можете участвовать тоже в соревнованиях. Лучшего опыта вы не получите. Особенно это ценится среди работодателей сейчас. Соответственно, да, вы приходите буквально, даже если у вас нет какого-то рабочего опыта, вы можете показать свои проекты на кегле, свой код. И это будет ценится просто очень высоко. Что еще я вам, да, из практики посоветую. Соответственно, тоже на досуге можете попрактиковаться, поиграть вот в такой небольшой интерактив. Сайт называется python-challenge.com. Здесь вы можете попрактиковаться как раз в написании кода на Python. Здесь такие вот числовые задания и достаточно интересные. То есть, видите, я здесь привел пример. Здесь, соответственно, если я не помню, здесь скажется 100 заданий, если я не ошибаюсь. И здесь надо все эти 100 заданий пройти. Вот смотрите, первое задание. У вас просто, вот вы заходите на ссылку, и у вас просто вот такой вот экран. В 2, 3, с 8 степени. И подсказка. Try to change the URL address. Ну, соответственно, всем понятно, что если мы возводим 2 в 38 степени с помощью Python и подставляем сюда в URL-адрес, у нас, соответственно, переходим мы на второе задание нашего челленджа. Ну, тоже интересный очень челлендж. Советую вот в свободное время вот поиграть, попрактиковаться. Так, а мы уже потихонечку начинаем, переходим к запуску программы на Python. Как мы можем вообще работать с Python? Мы можем работать в двух режимах. Первый режим — это пакетный, да, так называемый. Как мы, соответственно, можем с ним работать? Мы создаем некий файл. Сейчас мы вместе все это с вами попробуем сделать. Создаем файл какой-то с расширением Python, с исходным кодом. Ну, например, можем там в блокноте в любом. И запускаем через консоль с помощью команды Python, ну и названия нашего файла. Все, у нас запускается файл. И автоматически, соответственно, выполняется то, что вы написали в блокноте. Вот такой вот вы как бы пакет передаете, и у вас в пакетном режиме он запускается. Также в Python можно работать с помощью интерактивного режима. То есть интерактивно вбивать код. Как можно в интерактивный режим зайти? Опять же, заходите в командную строку, да, набираете Python, да, или Python 3, у кого как, да. И, соответственно, вы можете вбивать там уже код, выполнять там различные команды в интерактиве. Также хочу, да, сейчас сразу сказать, у нас есть супермощный инструмент, который называется iPython, для работы с языком Python. А Jupyter Notebook — это как раз его графическая оболочка, которая как раз вот расширяет идею консольного подхода к интерактивным вычислениям. Запускать ее можно, написав в консоли, соответственно, или iPython Notebook, или Jupyter Notebook. Вы заходите в консоль, если вы следует, соответственно, советам Владимира, да, по запуску, как вот настраивать среду, активируете свою рабочую среду и набираете, соответственно, Jupyter Notebook. Да, еще раз, вы заходите в командную строку, набираете condo, activate, название своей рабочей строки, рабочей среды, у вас активируется ваша рабочая среда, и сразу набираете Jupyter Notebook, и у вас Jupyter Notebook запускается в вашей рабочей среде. Соответственно, кто рабочую среду не устанавливал, можете прям, ну, в бейзе. Это не очень хорошая практика, но, как бы, тоже можете просто заходить в консоль, набираете Jupyter Notebook, и у вас запускается как раз вот интерфейс Jupyter Notebook. Итак, перед вами как раз интерактивная среда, Jupyter Notebook. Она достаточно мощная, то есть, как вы видите, здесь, кто уже успел поиграться, здесь можно каждую ячейку, соответственно, выполнять по отдельности и смотреть, что у нее на выходе. Соответственно, очень удобно. Давайте как раз попробуем рассмотреть историю языка Python, да, и познакомиться вот с таким добрым мужчиной. Его зовут Гвидо Ван Россом, он как раз является изобретателем данного языка. Он разработал этот язык в 1989 году, как раз во время рождественских каникул. И сейчас, соответственно, Гвидо Ван Россом, он был, соответственно, пожизненным диктатором, так называемого проекта Python. К сожалению, в прошлом году он решил отойти от дел, к сожалению, да. И основной причиной как раз его ухода являлось нежелание больше тратить свое время на, как бы, такие баталии против, как раз вот, принятия новых PEP-спецификаций, которые он как раз хотел внедрить в Python. И многие были против этого, и он устал, соответственно, как бы, с ними бороться, устал от этих баталий. Так, ну давайте вообще посмотрим, что такое Python, да. Python это, на самом деле, змея ли это, питон ли это, в том виде, в котором мы его понимаем. Нет, питон, на самом деле, произошло, название Python произошло не от вида пресмыкающегося, как, ну, может, кто-то из вас, может, даже так мог подумать. А на самом деле, вот, автор взял название языка в честь популярного британского телешоу, которое было в 70-х годах, и назывался он «Летающий цирк Монти Пайтон». Но, впрочем, на самом деле, сегодня все равно все связывают название языка именно со змеей, да, с питоном, с присмыкающимся, нежели с «Летающим цирком Монти Пайтон». И даже вот эмблема на сайте Python.org, там, до выхода версии 2.5, изображалась в виде как раз головы змеи, да, что, на самом деле, достаточно интересно. И вообще, да, изначально какая вот политика Python, все-таки и цель, все-таки делать язык достаточно таким интересным и забавным для использования. Часто вы можете услышать, да, такую фразу про Python, что Python это буквально батарейки в комплекте. Ну, что вообще это может означать, да, когда вы такое выражение слышите? Даже вот я небольшой комикс привел, да, что, о, смотри, ты, типа, летаешь, там, как? Ну, я там, грубо говоря, не знаю, но я фактически, да, импортировал просто библиотеку антигравити, и у меня все запустилось. Да, особенность языка Python как раз заключается в том, что очень много уже реализаций различных и статистических пакетов, различных библиотек уже, соответственно, реализованы. Соответственно, вам, чтобы начать работать, анализировать какие-то данные и применять уже сложные какие-то алгоритмы, вам всего лишь нужно импортировать нужную библиотеку с помощью ключевого слова «импорт», и у вас, соответственно, все запустится и сразу заведется. Никакого, соответственно, rocket science здесь не нужно. Еще раз повторюсь, что мы с вами будем работать в так называемой интерактивной среде. Юпитер ноутбук, прежнее название как раз вот iPad и ноутбук, это как раз вот супермощная, да, интерактивная среда, которая позволяет объединять как код, текст, диаграммы и распространять для других пользователей. То есть, смотрите, да, я привел здесь скриншоты, как может выглядеть ваш, соответственно, анализ в этих Юпитер ноутбуках. Да, вы делаете какие-то расчеты, вы записываете формулы, да, чтобы не забыть. И вы можете представлять это в суперинтерактивной среде, рисовать какие-то диаграммы, делать здесь, соответственно, какие-то тексты, выделять их блоками, разделами, что, соответственно, этот инструмент является крайне мощным, да. Также, сделав какие-то интересные визуализации с помощью Python, вы можете этот ноутбук распространять среди ваших коллег. Как? Вы можете, соответственно, выгрузить файл, скачать PDF-версию, HTML-версию и передать просто вашему коллеге в виде PDF-ки, то есть ему оболочка как раз вот интерактивная, это не понадобится, не понадобится запускать никакой Python, просто вы передаете, соответственно, вот этот ноутбук, как уже готовый какую-то HTML-страницу. И он просто ее просматривает, смотрит там на ваш код, смотрит на интересные графики и тоже пытается ваш, соответственно, анализ там понять, считать. Вот. Давайте начнем потихонечку переходить к пользованию нашей как раз вот Юпитер-оболочки. Смотрите, здесь у вас, соответственно, в Юпитер-оболочке есть два режима. Один режим мод, а второй, соответственно, edit. Чем они различаются? Смотрите, я нажимаю Escape, и у меня, соответственно, мой IPython-ноутбук находится, соответственно, в режиме мод. То есть что это значит? Я могу, соответственно, делать некие операции именно вот с ячейками ноутбука, например, добавлять, удалять мои ячейки. Да, как я это делаю быстро? Смотрите, здесь у нас есть очень полезное соотношение, соответственно, такая вкладка шорткатов, где я вам советую ознакомиться. Что можно делать? Можно, что можно делать с Юпитер-ноутбуком. Вы можете быстро, соответственно, добавлять, удалять ячейки, да, с которыми вы хотите работать именно в Юпитер-ноутбуке. Быстро их запускать, запускать скопом, разделять ячейки по какому-то разделителю. Соответственно, как-то тоже советую вам ознакомиться и в процессе работы достаточно часто, да, обращаться к этим шорткатам. Возможно, те действия, которые вы делали с помощью командных вот кнопок и интерфейса, очень удобно можно сделать с помощью как раз вот этих вот шорткатов из нашей справки. Да, еще раз, как шорткаты посмотреть. Заходите, соответственно, в Help и Keyboard Shortcuts. Вот. Так, дальше. А мы возвращаемся, соответственно, к двум командным режимам. Еще раз, да, командный режим, соответственно, мод, это режим, в котором вы именно компонуете как раз вот ваши ячейки, перетасовываете их, добавляете новые ячейки. Допустим, я хочу добавить здесь ячейку с текстом, хочу добавить ячейку с кодом. Вот я, соответственно, в этом режиме их как-то компоную. Дальше. И, соответственно, режим Edit. Что такое режим Edit? Это режим, когда вы проваливаете уже, вот, соответственно, в саму ячейку. Вы можете здесь, например, вбивать какой-то код. Да, вот я захочу, например, импортировать в библиотеку NumPy, и вот я выполняю. Выполнять как? Вы можете выполнять с помощью кнопки Run, соответственно, вашу ячейку, или, соответственно, с помощью шорткатов. На Windows это, соответственно, Ctrl-Enter, а на Mac, кто мне подскажет? Command что? Shift-Enter. Да, все правильно. Нам просто думаем. Так. Ну, примерно с командами, да? Вот как переходить из режимов? Вот вы находитесь в режиме, например, да? Редактирование ячейки. Вот я создаю новую ячейку. Просто внутри набиваю какой-то текст. Да? Вот набираю, например, А, у меня ничего не создается в новой ячейке. Но стоит мне нажать Escape, я перейду в режим уже Mode, и ячейка, и кнопка А у меня уже становится шорткатом, который создает, который добавляет новую ячейку у меня в ноутбуке выше моей текущей. То есть, да, два таких режима работы в ноутбуке. Дальше, на что еще стоит обратить внимание? Смотрите, вы уже могли обратить внимание, что в Юпитер ноутбуке есть два типа разметки моих, соответственно, ячейк. Вот видите, в одном, соответственно, у меня ячейке написан текст, а в другом написан код. Как менять тип ячейки? С помощью, вы выделяете вашу ячейку, смотрите, да, вот у меня моя ячейка. Я, например, хочу выделить Markdown. Соответственно, все, что я здесь, ну, тип Markdown выбираю, да, вот здесь вот, смотрите, да, вот я набираю, здесь вот, Markdown. Я пишу какой-то текст, например, там, занятие там на Python и исполняю ее. Видите, у меня вывода никакого нет, у меня Python, Юпитер ноутбук оболочка воспринимает этот, как обычный просто текст, у меня ничего здесь не исполняется. Да, но если я хочу, чтобы у меня здесь был какой-то код, давайте я попробую, соответственно, как это сделать. Я беру, переключаю ячейку на код и ее исполняю. Так, понятно. И уже Python не понимает, что я ему за такой синтаксис непонятный, соответственно, ему выдал. Что-то здесь какая-то ошибка, соответственно, понятно, да, есть два режима, код и Markdown. Когда, соответственно, вы хотите писать код, вы пишете код, понятный, соответственно, интерпретатору, да, и его исполняете. Когда пишете текст какой-то, вы пишете Markdown и выполняете текст. Сразу, да, потихонечку начинаем запоминать шорткаты. Вы находитесь, соответственно, в ячейке, переходите в Command Mode, вот я нажал Escape, все, у меня, соответственно, здесь ячейка выделена, но не активна. И я, соответственно, с помощью клавиши M, да, меняю на Markdown, вот у меня, видите, изменился. Все, и исполняю, здесь все нормально. Также, если я хочу обратно поменять на код, да, я нажимаю Y, все, у меня, соответственно, получился режим код. Да, потихонечку уже начинаем изучать и шорткаты. Быстро переключаться между типом ячеек с помощью Y и M. M, Markdown, когда мы хотим, соответственно, написать какой-то текст, заметку для нас, да, какую-то, чтобы не забыть, как у нас там исполнять код. И Y, соответственно, для того, чтобы перейти в режим, перевести ячейку в режим кодирования Y. Ну, соответственно, я вам тоже советую на протяжении лекций, если у вас какие-то, вы хотите оставить какие-то заметки, вы просто прям берете этот ноутбук, добавляете прям после каких-то ячеек, соответственно, новые, добавляясь, точнее, новые ячейки, переводите режим Markdown, оставляете просто какие-то пометки на будущее. Ну, потому что, да, презентации, они все теряются, трудно несколько файлов держать, а когда у вас будет ноутбук, по всему занятию вы быстро сможете что-то вспомнить, что-то найти, да, или там, чтобы не записывать отдельно в каком-то блокноте, или там, ручкой не записывать. Очень удобно. Ну, вот, айпайтон как раз вот супер мощная такая вот интерактивная оболочка, которая полностью меняет подход к программированию, к анализу данных. Итак, мы переходим к философии Пайтон, и мы импортируем с вами нашу первую библиотеку. Библиотека как раз This. Мы импортируем библиотеку, и у нас, соответственно, сразу появляется здесь философия Пайтона. Ну, кому интересно, можете потом, да, на досуге прочитать, но здесь, конечно, основной посыл, что нужно, соответственно, программировать, да, там, с удовольствием, лучше код там не будет сложным. В общем, если сталкиваетесь с препятствиями, вам там все по пути, да. Ну, то есть на досуге можете интересно прочитать. То есть, да, сразу смотрим, мы с помощью ключевого слова импорт, мы импортируем библиотеки. Соответственно, в дальнейшем, да, если вы хотите работать с той или иной библиотекой, вы просто будете писать импорт и импортировать в вашу библиотеку. То же самое, как в комиксе, помните, импорт антигравити, а здесь мы импортировали This. Давайте уже перейдем как раз дальше к основам языка Пайтона, и что нам в первую очередь нужно помнить вообще про язык Пайтона. В первую очередь это интерпретируемый язык, а не компилируемый, он также является язык с динамической темпизацией, да, и также имеет возможности как для объектно-ориентированного программирования, так и для функционального. Советую тоже иногда обращаться к документации Пайтона, оставил здесь ссылочку. Она, кстати, достаточно тоже доступная и удобная. Ну, там, естественно, если честно, там не все разделы такие понятные. Но в дальнейшем, когда мы будем изучать темы дальше, там как раз я буду именно оставлять ссылки на документацию и говорить, что там именно действительно лучше обратиться к документации, там достаточно все понятно, интересно и с картинками. Ну, просто знайте, что есть документация, и иногда к ней можно обращаться за хорошей справкой. Так, а мы с вами давайте сразу попробуем исполнить уже какую-то готовую программу. Пока не будем вдаваться в синтаксис, просто ее посмотрим. Так, на что, соответственно, здесь вот у нас некий код, и на что, соответственно, стоит сразу обратить внимание. Вот у нас вывод, кстати. Продолжать изучать анализ данных с помощью Пайтона, продолжай изучать на лекции. На что сразу вот синтаксис языка, на что сразу стоит обратить внимание, и как вообще в дальнейшем писать код. Блоки в Пайтон у нас всегда выделяются отступом. Да, вот с помощью таба. У меня вот здесь блок if-else, я его выделил с помощью, соответственно, табуляции. Это различные логические блоки. Пока вот именно в структуру кода можно не вдаваться, просто его изучить. Дальше мы все это будем разбирать достаточно подробно. Двоеточие важно, поскольку оно вводит новый блок кода, который должен быть смещен на один отступ вправо. Да, вот у меня здесь вот блок if-else, да, вот я условия задаю. И, соответственно, все, что должно выполняться против этого блока, я переношу на следующую строчку, да, вот как бы здесь вот логический блок. И делаю табуляцию. Тоже следующий вот вложенный блок if-else, да, вот тоже, что должно выполняться после этого блока, соответственно, здесь тоже с табуляцией. Также здесь я импортирую библиотеку time, да, которая позволяет нам работать со временем. И все я это оформляю в виде некой функции, да, которая тоже имеет некую вложенность. Вот, на моей функции заканчивается обозначение функции двоеточие. И дальше с помощью табуляции, с помощью отступа я продолжаю описать тело функции, то есть что должно входить в функцию. Здесь у меня некий словарь. И программа обращается и работает с этими словарями. Так, все мы это дальше посмотрим. Пока что просто, что нужно здесь вам просто посмотреть на синтаксе, что вообще он из себя представляет. Все функции, все блоки и библиотеки мы очень подробно будем дальше изучать. Ну и каждый блок кода, как вы уже поняли, да, может содержать любое количество вложенных блоков, которые также отделяются отступами. Вот у нас раз блок, в него входит еще один блок, и здесь вот ты как бы третий блок. Даже вот здесь вот на этом, на этой части у нас вот как раз вот такая тройная вложенность. А весь этот блок входит в тестную функцию. И все это отделяется табами. Раз таб, два таб, три таб. Ну, с практикой, я думаю, все это к вам придет. А мы переходим, давайте, к самому интересному. Все любят комментарии. Вот я люблю комментарии. Не знаю, как вы, я в своем коде очень много пишу комментариев, да, потому что много работаю с программами, чтобы быстро на следующий день вернуться к программе и вспомнить, что я там писал, что я имел в виду. Я пишу очень прям объемные комментарии. Даже если когда я не работаю именно с эпидементбуком, а работаю напрямую там с кодом, который, да, там, выполняется сначала до конца, как раз вот эти комментарии позволяют мне быстро в памяти вспомнить, что там происходило и что я хотел там запрограммировать. Как комментировать, соответственно, это с помощью, соответственно, решетки. Это первый комментарий. Вот здесь вот спам. Это уже моя переменная. А комментарии как раз здесь вот в Юпитер-ноутбуке подсвечиваются таким серийским цветом. Соответственно, если вы решетку поставите внутри кавычек, это уже комментарием не будет. Да, опять же, советую всем, как можно больше комментировать ваш код, чтобы он был понятен не только вам, но и также людям, которые будут пользоваться вашим кодом совместно с вами или после вас. Да, когда несколько человек работает над одним проектом, очень, конечно, удобно, чтобы код был понятный, прозрачный, отделен логическими блоками. Так, да, какой, соответственно, может быть вывод данных? Ну, это всеми любимые в питоне, это принты наши всеми любимые. То есть, если мы хотим что-то вывести или сделать некую отладку вашего кода в Юпитер-ноутбуке, да, посмотреть, например, на каждом шаге цикла, чему равняется переменная. Вы, соответственно, можете с помощью принта вывести текущее значение переменной, да, или какое-нибудь, например, сообщение. Например, я вот хочу со всеми поздороваться, поприветствовать всех, я пишу там принт, всем привет. Ну, и обратите внимание на синтаксис. Да, кавычки. Также, если вы хотите там через, передать параметры через запятую, вы тоже можете вот стринг передать через запятую. Или, если хотите, есть еще такой параметр в принте, как разделитель, сепаратор. Да, вот по-английски separator. Вы можете, соответственно, этот сепаратор, разделитель указать. И у меня, видите, уже, соответственно, мои стринги, они уже разделены с помощью сепаратора решетка. Да, ну вот как раз, что я вам говорил, принт очень удобен именно вот в Юпитер-ноутбуке для быстрой какой-то отладки. Да, вы можете на каждом шаге вывести значение вашей переменной. Вот у меня я делаю цикл, циклы мы как раз разберем чуть позже. Но, смотрите, вот у меня здесь некий цикл, я итерируюсь от 1 до 2, включая 2. И, соответственно, на каждой итерации я вывожу значение своей переменной с помощью как раз вот такого синтаксиса. Ну, я оборачиваю, соответственно, у меня int, который итерируется в string, чтобы у меня все вывелось. Так же я могу, да, на каждой вот итерации, когда я вот вывожу, я могу задавать некий конец строки, да. То есть по умолчанию конец строки здесь перенос, как бы новая строка, литерал. То здесь я могу, соответственно, указать именно, что у меня будет делаться в конце строки. То есть не символ переноса строки будет у меня, а, например, 4 тире, кажется, да. Да, и вот у меня, видите, здесь уже переноса нет, который ставится по умолчанию. А у меня, соответственно, каждый цикл, переменная в конце строки пишется, соответственно, 4 тире. Что еще интересно? Мы также в Epiter ноутбуке, например, для вашей программы, вы можете получать некий ввод от пользователя. Да, соответственно, вы пишете переменная a, равняется input, да, и ваш Epiter ноутбук, соответственно, ждет некий ввод. Некий ввод числа. Вы вводите, например, какое-то там число, и у вас выводится там то, что вы ввели. Да? Да. Так, посмотрим, да, вот быстро, быстро пройдемся, да, ну, надеюсь, тут легко все, все понимают, как работать с числами. Числа просто можем складывать, ничего не писать, буквально. Пишем операции, умножение, деление. Единственное, на что стоит обратить внимание, что деление всегда-всегда-всегда возвращает число с плавающей точкой. Просто, ну, запомните себе, в дальнейшем в работе с программами вашими вам это может понадобиться. Итак, целые числа, ну, понятно, да, вот, целые числа, тип int. Те, что с дробной частью, это float. Ну, то есть, с плавающей точкой, надеюсь, всем понятно, всем известно. Деление, да, всегда возвращает float, как я уже сказал, то есть числа с плавающей точкой. И, по умолчанию, кстати, в втором питоне деление целого числа на целое всегда давало целочисленное деление. И, чтобы сделать целочисленное деление от метра и дробную часть, вы можете использовать оператор, вот такой как раз оператор. Видите, здесь, соответственно, в третьем питоне, чтобы вы хотите есть целочисленное деление, чтобы у вас int вернулся, вы можете использовать целочисленное деление с символом две черты. Также, что еще, чтобы посчитать остаток, вы можете использовать оператор процент. Ну, как бы здесь все понятно, просто, да, посмотрите, как это делается. Я думаю, здесь должно быть все всем понятно, все достаточно прозрачно. Дальше, если я хочу возвести степень числа в питоне, я пишу, соответственно, там две звездочки и степень, в которой хочу возвести число. Про сдокравенство в питоне. Знакравенство используется для присвоения значений переменной. Давайте посмотрим, вот как я рассчитываю площадь. У меня переменная width, соответственно, height. Я присвою им некие значения, перемножаю и получаю, соответственно, площадь. Можно писать print, можно просто написать значение переменной, он у вас в output ее выведет. Можете там на отдельной строке попробовать написать. Что еще интересно? Соответственно, в дополнение к interfloat также поддерживаются другие типы, да, что decimally fraction. Также имеется встроенная поддержка для комплексных чисел. Там используется суффикс jj и указывается, конечно, там мнимая часть. Вот я написал пример. Ну, соответственно, вы просто, да, как мы договорились, вы запоминаете. Соответственно, если вы с этим сталкиваетесь, вы знаете, что Python это может делать. Давайте посмотрим на, тоже, пройдемся по работе со строками. Как можем в Python работать со строками. Строки в Python как вы можете заключать как в одинарные, так и в двойные. То есть разницы никакой нет. И есть символ, конечно, обратного слэша, который используется для экранирования кавычек. Ну, вот здесь как раз я привел примеры. Вы можете у себя, соответственно, в ноутбуке вашем выполнить это. Дальше, что вот интересно, да, строковые литералы могут занимать несколько строк. Ну, как я вот здесь привел, да, у меня тут некий строковый литерал. И один из способов это сделать, например, как раз вот здесь вот я указал тройные кавычки. Когда вот еще такой, например, код можно использовать, но, например, когда вы по какой-то той или иной причине какую-нибудь HTML-разметочку кидаете в Юпитер ноутбук, да, и вам нужно сохранить вот это вот как раз вот переносы, сохранить этот вот синтаксис с отступами, да, вот когда вы пишете какую-нибудь там страничку или какое-нибудь оформление. Соответственно, тоже тройные кавычки делаете, и у вас, соответственно, вот такие вот переносы все остаются, и в таком же виде, соответственно, у вас вот путь и будет выводиться, что достаточно удобно. Дальше, про конкатинирование строк или их объединение. Это делается с помощью символа плюса, да, повторять, соответственно, строки, да, вот у вас, соответственно, некая ваша строка, стринга, вы видите, как я здесь три раза умножил, она у меня три раза повторилась, и я ее сложил, соответственно, с другой строкой, да, вот у меня получилось некое мое слово. Дальше, что еще интересное, может вам пригодится для отладки, для работы с вашим кодом, это, соответственно, формат, в котором можно делать print. Вы, соответственно, смотрите, пишете hello, запятая, делаете, соответственно, фигурные скобки, предполагая, что в этих фигурных скобках вы передадите или переменную какую-то, да, в данном случае я передаю string Вася, да, указав ключевое слово, да, там, метод формат. Формат Вася. Точно так же можно указывать именно упорядоченные, то есть, да, нулевую переменную, которую я получу после, соответственно, функции формат, будет а, соответственно, подставится на нулевое место. Первое, соответственно, поставится сюда, второе, соответственно, поставится сюда. Но, соответственно, в вашем коде вы также можете играться, менять местами. С этим, надеюсь, понятно, это достаточно просто И вы познакомились, как раз произвели обзор Переходим, давайте к модели данных, посмотрим, что это интересно Это, кстати, часто спрашивают на собеседованиях Наверное, это любимый вопрос на собеседованиях, советую обратить внимание Часто можно услышать, что в питоне все является объектом Ну, как бы утверждение верное, и у каждого объекта есть что? Есть в первую очередь сущность, тип объекта и значение Ну, да, сущность немного такое, да, непонятно, что за сущность, что это такое На самом деле о сущности можно думать как о неком просто адресе в памяти компьютера Ну, то есть, да, буквально это адрес в памяти компьютера, тип и значение Смотрите, да, сразу пример Если мы пишем, да, присваиваем значение нашей переменной И пишем а, переменная, равно 42 То есть, что происходит? Создается объект, типа int, ну, понятно Со значением 42 Сущность объекта, вот в данном случае, как раз Это его адрес в памяти компьютера А а, то, что мы как раз создали название переменной Это просто указатель на этот адрес Так, давайте сразу пример смотреть Для того, чтобы посмотреть на объект С каким идентификатором ссылается данная переменная Можно использовать функцию id Все, вот у меня две переменные a и b Я хочу посмотреть адрес Я просто пишу id a И вот мой как раз адрес в компьютере Так, я могу еще с помощью оператора is Is сравнивать Ссылается ли у меня две переменные На один и тот же адрес С помощью оператора is А из b Мне возвращает true Ну, то есть, да, они ссылаются у меня На четверку То есть, вот на место в памяти К раз вот четыре Дальше С помощью двойного равенства Я могу именно сравнивать значения Уже, да, не адрес переменных А значения Соответственно, здесь у меня Ссылается на четверку Здесь ссылается на четверку Равно Ну, то есть Значение возвращается True Так, давайте рассмотрим Немножко другой пример Мы чуть с вами Дальше познакомимся С этой структурой данных Но перед вами лист Да, это некий контейнер Пока что, да Так, представим, что это некий контейнер Который включает в себя Различные Соответственно Переменные объекты Можно сказать, да С и Д В нем содержатся, соответственно Они у нас с вами Одинаковые Посмотрим, на какой адрес ссылается Соответственно С Айди С Так, на этот И Айди Д Так, что здесь происходит То есть У нас значения одинаковые То есть Они равны между собой Как мы видим, да Но при этом Они Что происходит, да Имеют разные адреса В памяти Так, что-то здесь не так, да Что-то здесь не так Посмотрим, почему Почему это происходит А объяснение этому Почему они ссылаются На разные адреса При этом они равны между собой Эти два объекта Да В том, что Существует в Пайтоне Изменяемые и неизменяемые Типы данных Да, кто не знал Что это такое К неизменяемым Да, по-другому По-английски Да, это как-то переводится Так Иммьютабл Да, если вы Английскую литературу читаете Иммьютабл Иммьютабл Изменяемые и неизменяемые типы данных Относятся Целые числа Числа с плавающей точкой Комплексные числа Логические переменные Кортежи Строки И неизменяемые множества Frozen set А к изменяемым типам Относятся списки Множества И словари Так что же это такое Давайте более подробно Разберемся, что такое Изменяемые и неизменяемые типы При создании переменной Как, ну да Мы уже с вами рассмотрели Вначале создается объект Который имеет уникальный идентификатор Это все понятно Тип и значение И после этого Переменная может ссылаться На созданный объект А неизменяемость типов данных В данном случае Означает то Что созданный объект Больше не будет изменяться Так, давайте смотреть Что это такое Стоит внимание, да Что неизменяемые объекты Передаются по значению Так, сейчас мы будем Смотреть пример Это значит, что При изменении значения переменной Будет создан новый объект Да То есть Еще раз, да Неизменяемые объекты Передаются по значению И это означает Что при изменении Значения переменной Да Будет создаваться Новый объект А изменяемые объекты Передаются по ссылке Что это значит Это значит, что При изменении значения переменной Объект Соответственно Изначальный Будет изменен Так Давайте сразу Смотреть У меня есть Некая функция Пока Пока на синтаксис Особо внимания не обращайте Просто попытаемся Понять логику У меня есть Неизменяемый тип данных Вот Int мой Я присваиваю переменной Как раз Он ссылается у меня Как раз На этот объект Я сразу Пытаюсь вывести Соответственно Его адрес памяти Вот он Я этот же Соответственно Объект Передаю просто В свою функцию Вот она Которую я здесь Соответственно Обозначил Update нам Как только объект У меня попал В функцию Я еще раз Вывожу Его адрес Вот здесь Вот В памяти компьютера Так Он не изменился Ну вроде Ну логично У меня неизменяемый тип Я просто Его передал функцию Я ничего с этим объектом Еще не делал Ничего не делал И у меня ничего Не изменилось еще Пока Спокойно Все нормально Потом дальше Я к этому объекту Просто прибавляю Тройку Да Просто начинаю Просто прибавляю Тройку Ну да Обратите сразу внимание На синтаксис Плюс равно 3 Это значит Что к текущему значению Переменной Мы прибавляем 3 То есть 4 плюс 3 И все Что у меня здесь происходит Я вывожу Адрес Тут у меня уже Новый объект То есть смотрите Адрес уже Вот этой переменной Которая у меня раньше была В памяти компьютера У меня сменился И теперь Когда мы посмотрели пример Давайте вернемся К описанию Неизменяемые объекты У меня Они Как вот Были созданы Они остаются Неизменными В памяти компьютера Они Передаются По значению И еще раз Что это значит Это значит Что при изменении Значений переменной Будет создаваться Новый объект В памяти компьютера Вот он Видите У меня создался И сразу давайте Контр Пример Посмотрим С изменяемым Типом данных Здесь помните Да Лист То есть список Еще раз Да Это некий контейнер Контейнер Который содержит у меня Некие соответственно Мои значения В данном случае У меня контейнер Состоит из Интов Его задаю Просто контейнер У меня числа 1, 2, 3 Я вывожу Адрес памяти компьютера Вот он Передаю Этот лист Еще раз Функцию Вот он Вот функция Начала исполняться Передалась сюда Я вывожу Опять этот адрес Так Вывел Делаю Append Ну дальше мы посмотрим При работе с листами Что это такое Но это функция Которая Прибавляет Соответственно 7 В конец списка Да И опять же Адрес Я опять же Вывожу Адрес памяти компьютера И вывожу А То есть видите Адрес памяти компьютера У меня не поменялся И соответственно Мы опять же С вами Возвращаемся Чтобы больше понять К определению И изменяемые объекты Передаются по ссылке Это значит Что при изменении Значения переменной Объект У меня Изначальный Тоже изменяется Тоже изменяется Да То есть новая То есть у меня Как бы Моя переменная Продолжает ссылаться На прежнее место В памяти компьютера Ну вот если Вкратце То так Более подробно Я тут оставил Досылочку Где можно прочитать Про Типы данных Которые устретите В питоне А мы с вами Переходим К условным операторам Да В первом подблоке У меня выводит Соответственно Вывод H Во втором подблоке У меня вывод L Ну в данном случае У меня Условный блок Проваливается К else И выводится Переменная L Потому что у меня А соответственно Не больше Двух Ну то же самое Да Я здесь сделал пример Когда например Вы можете Когда программа Ждет некого вывода От пользователя Здесь то же самое Вы вводите Соответственно Какое-то число И смотрим на синдекс Сда У меня соответственно Сначала Проверяется условие В операторе If Если оно не выполняется То опять же Проверяется условие В блоке L If Да И в конце Если ничего Соответственно У вас Не удовлетворяет Во всех прочих блоках У вас Код проваливается Сюда Поз Давайте смотреть Дальше Да Опять же Смотрим по синтаксису Операторы цикла Всем известный Оператор цикла While Что он делает Да Он выполняет Указный набор инструкций До тех пор Пока Пока Условие Заданное В блоке Оператора While Оно является Истинным То есть Да Смотрим Задаю переменную А равную нулю И проверяю While Пока У меня А меньше трех Я вывожу Соответственно Мою переменную Точнее Вывожу Букву А И Увеличиваю Значение моей переменной На единицу То есть в данном случае У меня Выполнится программа Ровно Три раза Ноль Один И Второй раз Третий уже Выполняться не будет В смысле Четвертый Если быть точными Дальше Да На что стоит Обратить внимание Очень удобными Являются Операторы Break И Continue Эти операторы Досрочно Прерывают Соответственно Пребывание работы Цикла While И также Запускают Цикл Заново При этом Код Расположенный После данного Оператора Не выполняется Да Смотрите Я Добавил Оператор Break После условия Если А у меня Будет равняться Трем Да Обратите внимание Да Что здесь У меня Не Одинарное Да Знак равенства Который Как вы уже поняли Означает Именно Присваивание А здесь У меня Именно Проверка На условия Если А равняется Трем Я Свой цикл Внешний Полностью Прерываю Вот В данном случае У меня Соответственно Выполняется Ровно Три раза У меня цикл Не уходит Бесконечность И Выводится Соответственно Три раза Буква А Напротив Оператор Continue Что у меня Делает Он запускает Мой Как бы Внутренний цикл Заново При этом Код Расположенный Внизу Он у меня Не Выполняется Так Соответственно Да Вот у нас Смотрите Мы Переходим В целый Цикл Цикла Начинаем Итерироваться То есть Да Увеличивать Значение Переменной А Больше Одного И если У меня Соответственно А Больше Равно Семи Мы Как бы Мой цикл Скипаем Да Соответственно Начинаем Вот этот шаг Скипаем И начинаем Соответственно Проваливаться Дальше И Третий Оператор Циклов Это у нас Оператор For Наверное Уже Всем знакомый Из предыдущих Примеров Он просто Выполняет Некий набор Инструкций Определенное Количество Раз Которые Вы задали Соответственно В Определении Данного Оператора Да И может Итерироваться По Спискам По Там Определенным Конструкциям В данном Случа Смотрите Он Итерируется По Он Итерируется Соответственно Пять Раз Нулевой Первый Второй Третий И четвертый Раз Да И вводит Соответственно Каждый раз Слово Hello Также Смотрите Вы можете Итерироваться По Спискам Каким-то Например Да Вот у меня Список Тоже Из чисел Каждый раз Он Итерируется Вводит Hello Также Я могу Вывести Соответственно Сделать Вот так И он У меня Выведет Соответственно Уже Сами Переменные Да Вот видите Он Просто Проэтерировался Вот Пять раз По Самому Списку И мы Переходим Уже Более Подробно К Самим Спискам Что Они В питоне Себя Представляют Опять Же Да Это Структуры Данных Для Хранения Как мы Уже С вами Поняли Объектов Но Стоит Отметь Да Для Хранения Объектов Совершенно Вообще Различных Типов Размер Списка В данном Случае Не Статичен То есть Он Может Меняться В вашей Программе То есть Заранее Размер Списка Задавать Не Надо Он Меняется Непосредственно В вашей Программе Время Работы Вашей Программы Может Работать И Список Мы С вами Поняли Это Изменяемый Тип Данных То есть Соответственно При Изменении Списка Новый Объект Не Создается Да То есть Вот я Пример Списка Здесь Изобразил Могут Туда Соответственно Попадать Различные Соответственно Объекты У самого Этого Списка Будет Определенное Место В памяти Если Вы Добавите Ваш Список Поменяете Какое-то Значение В вашем Списке Например С двойки На тройку Место Соответственно В памяти У вас Не изменится Потому что У вас Изменяемый Тип Данных Так Как можно Создавать Списки То есть Списки Можно Смотрите Создать Пустой Список Просто Вы Передаете Соответственно Двое квадратные Скобки Пустой Список Дальше Вы можете Таким Немножко Архаичным Способом Создать Список То есть Написать Б Равняется Лист Круглые Скобки У вас Тоже Б Будет Будет Содержаться Пустой Список А вы Также Можете Создать Список С уже Готовыми Значениями Да То есть Я создаю Сразу Список Переменно С У меня Соответственно Переменно С Ссылается На этот Список У меня Там уже Находится Соответственно Три Значения Дальше Что я могу Делать Со Списками Я могу Соответственно Вот я Создал Цикл Я Смотрите Что Сделал У меня Переменная Б Начала Ссылаться На Ну Переменную А То есть У меня Переменная Б Имеет Такой же Адрес В памяти Компьютера Как Переменная А И что Самое Интересное Да Помните Если Мы Меняем Да У меня Вот эти Две Переменные Ссылаются То есть Смотрите У меня Здесь Новая Переменная Не Создается Да Вот Возвращаясь К изменяемым Неизменяемым Типам Новый Точнее Объект Не Создается И то есть Если Вы Измените Объект Б Если Вы Добавите В Б Что-то В А Тоже Изменится Как бы Потому Что Они Ссылаются На Одно И то же Место В Памяти Что Нельзя Например Было Бы Сделать С Неизменяемыми Типами Да Как Мы С Вами Уже Прошли Если Б Равно А И Б Допустим Плюс 7 Тогда А И Б Имели Совершенно Разные Адреса В памяти Компьютера Дальше Что Еще Да Вот Как раз Я привожу Пример О том Что При Я создаю Список Да Я У меня Еще раз Да Переменная Б Начинает Ссылаться На А То есть Она Ссылается Вот На Мой Изначальный Список Так Как Мой Так Список Является Изменяемым Типом Данных При Изменении Значения Да Соответственно В В Б У меня Точно Так Же Меняются Значения И в А То есть Видите Я Здесь Изменил Четвертый Соответственно У меня Элемент Заменил На 15 Второй Элемент Заменил На 10 И У меня В Обоих Списках Вот Я Вывел А Вывел Б У меня Соответственно В Обоих Списках Значения Изменились Надеюсь Это Примерно Всем понятно Разница Между Изменяем Изменяем Типом Данных Когда Соответственно У меня Ссылаются Они На 11 Объект В Памяти Да У меня Новый Объект В Памяти Не Создается И Ссылки И Придается Значение По Ссылке Да Я Изменяю В А А А А Адрес В Памяти Меняется Вместе С Этими Объектами Дальше Что еще Можно Делать Списками Что Вы Уже Видели Списки Значения Можно Добавлять Как Это Делается Я Могу Добавить Создать Новый Список Добавить Значение Тройки То есть Как Добавить Добавиться Последним И Еще Раз Добавляю С помощью Кручевого Слова Append С помощью Метода Append String Hello То есть Видите У меня Список Появился На Что Обратить Внимание Сразу У Меня Видите Здесь Разные Типы Данных Здесь Int А Здесь String Да Список Это Может Делать Обратите Просто Внимание Да Это Не Ошибка Дальше Что Мы Еще Можем Делать Со Списками Мы Можем Удалять Элементы Мы Можем Удалять Соответственно Элементы По Иноименованию Вот Например Да Я Удаляю Здесь Тройку А Можно Удалять Элементы Через Соответственно Индексы Списка Вот Я Удаляю Мой Нулевой Элемент Списки Да Удаляю Здесь Тройку А здесь Нулевой Элемент Ну Здесь Соответственно Удалится Тройка Ну Понятно Я Вот Выявил Видите У меня Тройки Здесь Нет А Здесь Я Удаляю Нулевой Элемент Который У меня Остался У меня Здесь Было Hello Стоит На Нулевой Позиции И Соответственно Вот У меня В списке Уже К сожалению Ничего Не Так Дальше Доступ К элементам Списка Вот У меня Мой Список Сколько Здесь Элементов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Элементов Списка Я Хочу Например Вывести С помощью Принта Хочу Вывести Третий Элемент Ну В питоне Да Понятно Все Начинается С Нуля Нулевой Первый Элемент Второй Третий То есть Здесь У меня Максимальное Значение Элемента Это Шесть Вот Смотрите Я хочу Вывести Третий Элемент Я пишу А Квадратные Скобки Два Мне Выводится Семерка Вот Она Ноль Один Два Минус Один Что за Синтексис Такой Странной Выводится Последний Элемент Списки Вот Он Дальше Я хочу Если Вывести Именно Какой-то Range Да То есть Несколько Элементов Я хочу Вывести Элементы С Первого По Четвертый Не Включая Четвертый Элемент То есть У меня Вывести Первый Второй И Третий Элемент Первый Второй Третий Элемент Четвертый Соответственно У меня Не Включается Так Смотрите Хочу Сразу Про Шорткаты Вам Дальше Сказать Как Можно Удобно Работать Шорткатами Смотрите У меня Есть Список Ну Например На Примере Списка И Я хочу Например Этот Список Допустим Я хочу Чтобы У меня Этот Список Я этот Список Задавал В одной Ячейке А в Остальных Ячейках У меня Соответственно Происходили Некие Добавления К нему Выводы Интересный Шорткат Когда вы Хотите Разделить Код Вашей Ячейки Посередине В разных Ячейках Есть Интересный Шорткат Ctrl Shift Minus Давайте Попробуем Что Произойдет Я Ctrl На Две Отдельные Что Очень Удобно При работе С большими Блоками Кода Когда Вы Дебажите Не хотите Чтобы В одной Ячейке У вас Выполнялся Весь Код Вы Разделяете Чтобы Не копировать Не вставлять Ctrl Ctrl X Ctrl Z Ctrl C Ctrl Shift Minus Сразу Давайте Запоминать Очень Очень Удобный Шорткат Вот Как раз Следующая Ячейка Я хотел Чтобы Можно было Попробовать У меня Огромный Кусок Кода Я не хочу Чтобы Все Выполнялось В одном Месте Я делаю Ctrl Shift Minus И у меня Соответственно Мои Ячейки Разделяются На Два Логических Блока А что Это За Логические Блоки Смотрите Если У меня Есть Опять же Мой список Из двух Элементов Состоит Единица И двойка Я хочу Соответственно На Нулевую Позицию Вставить Новый Инт Пятерку Да И вывести Что у меня Получится Вот Смотрите Да У меня Был Лист 1 2 Я ставил На Нулевую Позицию Пятерку У меня Пятерка Сюда Вставилась Очень Интересно Дальше Я могу Также Удалять Элементы Ну Как мы там С вами Уже Посмотрели Удаляю Единицу У меня Единица Соответственно Пропадает Дальше Что Интересный Метод Поп Кто С ним Не сталкивался Он Соответственно Достает У меня Двойку Из этого Списка И Как бы Выводит Ее То есть Да Если я Напишу А Принт Поп В отличие От Какое Отличие Сразу От Удаления Если Удаление У меня Ничего Не возвращает Ничего Не возвращает То Метод Поп У меня Как раз Возвращает Вот эту Вот Переменную Которую Я Соответственно Из списка Из моего Извлек Соответственно Если бы Написали Там Б Равняется Поп 2 В данном Случа А Точка Поп 2 У вас В переменной Б Хранилось бы Уже Значение Двойки С помощью Метода Clear Как вы уже Поняли Можно Соответственно Список Полностью Очищать В данном Случае С помощью Метода Index Вы можете Получать Что тоже Интересный Метод Вы можете Получать Номер Места На котором Стоит Допустим Элемент Из списка В данном Случа Четверка То есть Если Вы Выполните А Равняется То есть Присвоите Список Выведите Соответственно Четверку То У вас Должно Вывести Место То есть Номер В списке На котором Она Стоит Дальше Интересно Метод Каунт Позволяет Соответственно Посчитать Количество Элементов Например Каунт Сколько Двойку У нас В списке Сорт Производит Сортировку Списка И Реверс Соответственно Производит Обратную Сортировку Списка Вот В принципе Все Дальше Что еще Важно При Работе Со Списками Что Важно При Работе Со Списками Соответственно Если Вы Хотите Ваш Список Добавлять Как-то Итерационно Элементы Есть Очень Интересный Шорткат Да Вот смотрите У меня Например Нужно Получить От пользователя Некий Ввод Ну В данном В данном Случае Я получаю Я получаю У меня Окошко Для Ввода Данных Я Вожу Например Пятерку В данном Случа Я двойку Ввел И я Хочу Каждый Элемент В цикле От 0 До 2 Не Включая Двойку Добавить Этот элемент В список Вроде Все нормально Здесь Код Отлично Отрабатывает Но Достаточно Долго На каждый Еще раз Я пишу Цикл Я хочу Например От 0 До 2 Или от 0 До 5 Каждый раз Добавлять Новый Элемент В мой Список Но Достаточно Долго Очень много Строк Кода Давайте Попробуем Переписать Это В одну Строку Вот Существует Такой Интересный Шорткат И Называется Он Абстракция Списков То есть Да Что Еще раз Смотрите Я получаю Ввод Но Превращаю Вов Инт И Начинаю По Звание Мои Переменные Которые Я хочу Получить Для Каждого И В неком Заданном Диапазоне Я создаю Список И у меня Возвращается В результате Мой Список Достаточно Удобно И Смотрите Занимает Всего Одну Строку Кода Ну На самом Деле Она Достаточно Немножко Загруженная Сейчас Да Выглядит Но В реальной Практике Я вам скажу Что Очень Часто Пользуются Именно Абстракциями Списков Чтобы Ускорить Именно Написание Кода А мы С вами Переходим Дальше И Давайте Посмотрим Что такое Кортеж Уже Кортеж Это Неизменяемая Структура Данных Она На самом Деле Очень Похожа На Списки То есть Это Точно Такой Же Список Только Он Является Неизменяемой В отличие От Списка Кортеж Как Задается Мы Пишем Б Равно И В отличие От Квадратных Скобок У нас Уже Круглые Скобки Точно Так же Работаем Б Равно Смотрим Чему Равняется У нас Наш Кортеж Ну Вот Наши Элементы Б 1 2 3 А Теперь Попробуем Заменить Элемент 1 Ну То есть Двоечку Попробуем Заменить На 15 Мы Получаем Соответственно Ошибку Ну Наверное Уже Многие Из вас Можут Ответить Что Соответственно Элементы В нем Менять Не можем Соответственно Отсюда У нас Эта ошибка И Получилась Но Вы спросите Меня А зачем Вообще Эти Кортежи Существуют Что это Такое За Неудобная Такие Структура Данных Да У нас Которая Там Нам Ошибки Какие-то Приносит Вносит Какую-то Неразбериху Но Для того Чтобы В Пайт Не использовать Кортежи Существует Двое Такие Основные Причины Первое Это Обезопасивать Данные От случайного Изменения То есть Вы создаете Некую Контейнер Для Ваших Данных Ну В данном Случай Кортеж Вы точно Знаете Что Он Меняться Не Будет Например Это Количество Месяцев В году На котором Можете Итерироваться Да Ну Вы Создаете Один Дальше Четыре Пять Шесть Одиннадцать Двенадцать Да Они Точно Не Изменятся И Чтобы Обезопасить Какого-то Случайного Изменения Чтобы У вас Тринадцатый Месяц Не Появился Вы Задаете Именно Кортеж Во-вторых Вторая Причина По которой Использовать Стоит Именно Кортеж Это Естественно Прирост Производительности Ну Понятно Что Кортеж Работают Быстрее Чем Списки Потому Что На Операцию Перебора Будет Тратиться Намного Меньше Времени Ну Вот Соответственно Как Списки Как Соответственно Кортеж Можно Задавать Да С помощью Опять же Да Вот Архаичного Немного Способа Написать Тюпл И Круглые Скобки Или Сразу Задать Его Б Круглые Скобки Или Смотрите Вы можете Обернуть С помощью Ключевого Слова Тюпл Ваш Заранее Созданный Список В данном Случае Да Вот У меня Список Здесь Простой У меня Уже В Соответственно Кортеж И Соответственно В Д Точно Так же Как Со Списком По Аналогии Все Достаточно Прозрачно И Просто Дальше Следующая Структура Данных Давайте Которые Просто Рассмотрим Это Словарь Словарь Как же Еще По-другому Называет Ассоциативный Массив Откуда Эти Ассоциации Берутся Ассоциации Берутся Из Того Что Все Данные В словаре Соответственно Все Объекты В словаре Предназначены Для хранения Произвольных Объектов И Доступны Они По Некому Ключу То есть Там Есть Некая Связка В словаре Ключ И Значение То есть Некая Ассоциация Давайте Смотреть Что Это Такое Смотрите Как По аналогии С нашими Предыдущими Примерами Как Создается Словарь Опять Способ D1 Равняется Dictionary Дикт Скобки Круглые Или С помощью Фигурных Скобок D2 Вот я Задаю Словарь Или Опять же С помощью Некого Ассоциативного Формата То есть Я создаю С помощью Ключевого Слова Дикт Круглые Скобки Название Ключа И Значение Название Ключа И Значение Соответственно У меня В данном Случа В словаре Есть Два Ключа Это Иван Марк И Соответственно Значение Одно Значением Является Его Профессии Менеджер И Рабочий Как еще Можно Словарь Задавать Словарь Можно Сразу Задавать Также В виде Такого Формата Опять же В круглых Скобках Мы указываем Значение Ключа И Значения Ключ И Значения В данном Случае У нас В виде Ключей Выступает Это Наши Страны В виде Соответственно Значения Выступают Их Столицы В данном случае Как Добавлять Значение В наш Словарь Да Словарь Это Соответственно Я хочу Добавить Соответственно Столицу Китая Пекин Я Делаю Д1 Соответственно Название Ключа И Присываю Ему Значение Соответственно Я хочу Вывести Свой Словарь Соответственно У меня Д1 Так Выглядит Мой Словарь Да Как Посмотреть Еще раз, все ключи можно, да, и вот мой словарь, еще раз, да, я хочу, например, посмотреть все мои ключи в моем словаре, ну, d1.keys, точно так же я хочу посмотреть, например, значения, да, у меня списки значений. Смотрите, на что еще вы обратили внимание, когда я сейчас обращался к значениям и словарям, это такая вот вылезла у меня подсказка интерактивная, да, какие методы, соответственно, обладает словарь, как это сделать, смотрите, точно так же, давайте попробуем. Вы имеете словарь, нажимаете точку и нажимаете tab, и вы видите все, соответственно, методы, к которым вы можете, соответственно, обратиться. Копирование, очистка словаря, items, попробуйте, да, что такое items, pop, метод, с которым мы уже из списка знакомы, и наши, например, соответственно, методы, ну, values там будет дальше, да, что, соответственно, очень удобно, да, если вы что-то подзабыли, вам что-то, ну, то есть, или какой-то новый объект, с которым вы не знаете, как работать, там справку идти достаточно долго, вы объект, ставите точку, нажимаете tab, и у вас такое всплывающее окно, да, ну, например, я вот items двойную и смотрю, ага, вот, какие у меня, соответственно, объекты, а у меня здесь как раз вот объекты моего словаря, это вот как раз вот связки, да, как мы уже с вами смотрели, ключ и значение, то есть, да, Russia, Moscow, USA, Washington, China, Beijing, ну, естественно, такую интерактивную подсказку можно делать с любым объектом, поэтому, наверное, да, это понятно, да, и еще раз смотрим, да, например, я хочу удалить у меня мою связку значения из моего словаря, например, я хочу удалить вот связку, да, ключ-значение, China, Beijing, я пишу del, название словаря и название ключа, то есть, я по этому ключу удаляю, соответственно, полностью информацию из моего словаря. Дальше, какие еще интересные методы, метод clear, я думаю, вам уже понятен, он полностью очищает мой словарь, метод copy, соответственно, ну, просто копирует мой словарь, я могу также получить, да, значение по ключу, да, get1, я получаю, соответственно, мое значение. Дальше, я могу, ну, вот, значение 123, 123, дальше, я могу, соответственно, выделить все элементы, вытащить, да, как мы с вами смотрели, все элементы в словаре по связкам, то есть, значение, ключ. Что-то еще, метод pop вам известен, с ключами мы уже посмотрели, с значениями словаря посмотрели, да, ну, то есть, он только вытаскивает или значение, или, соответственно, только ключи. Давайте просто для общего развития посмотрим, как можно работать с файлами. Для открытия файла у нас используется как раз функция open, ну, что она, смотрите, да, эта функция, соответственно, у нас возвращает некий объект, когда вы используете функцию open. Что это за объект? Это объект как раз вот файла, с которым в дальнейшем вы можете проводить различные манипуляции. В данном случае, смотрите, я могу, еще раз, да, у меня после open я вернул, соответственно, себе объект и записал в переменную f. Я могу производить некие манипуляции с этим объектом получившимся, проверить, закрыт ли он у меня файл или открыт в данном случае, ну, так как я его на чтении открыл в данном случае, да, с помощью метода read, у меня файл, соответственно, еще не закрыт. Дальше могу проверить его, соответственно, режим, ну, то есть чтение, в котором я его открыл, а также наименование файла. Методов очень много, соответственно, опять же, пользуемся, нажимаем f, точка, tab и перечисляются, соответственно, все методы, с которыми вы можете, соответственно, работать. Ну, да, в данном случае, да, я показываю, что f, точка, и можете посмотреть, с какими методами работать. Давайте рассмотрим основные, да, с которыми, соответственно, вам придется столкнуться. Чтение осуществляется с помощью метода read или readline. Метод read, он считывает из файла определенное количество символов, да, как здесь, например, ну, считывает, например, первые пять символов, да, нулевой, первый, второй, третий, четвертый. А также, если этот метод без аргументов использовать, просто f, read, то будет считываться, естественно, весь файл. Что еще, да, у нас есть метод readline, который просто считывает построчно, да, из нашего файлика, ну, вот метод readline. Кстати, если вы ничего там не передаете, у вас просто считается строка. Но, смотрите, каждый раз, когда я работаю с файлами, у вас файл открывается с помощью команды open, и он, соответственно, у вас в фоне висит открытым. Чтобы его закрыть, обязательно нужно использовать команду fclose. Да, я здесь открыл файлик, что-то сделал с ним, какие-то манипуляции, он у меня открытый висит в фоне, да, в режиме чтения. Я его закрываю. Опять же, здесь я хочу строку считать, я открыл файлик с помощью метода open, и закрываю с помощью метода close. Что еще? Я, например, хочу что-то в файлик мой записать, да, ну, просто стоит учесть, да, что у меня уже открыт файлик в режиме как раз редактирования, и я добавляю, соответственно, тест стринг в мой текстовый файлик, который я, соответственно, вот так вот обозвал. И затем его закрываю. Здесь также у меня используются методы sictel, ну, там, для считывания, для работы с файлом. Ну, на что стоит обратить внимание? Каждый раз, когда я, соответственно, работаю с файлом, я пишу close, 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 close. Ну, да, что-то, какой-то, как я вам вначале сказал, Python уже недружелюбный, надо постоянно писать код, повторять один и тот же. Но нет, на самом деле это не так, есть отличные абстракции. И хорошей практикой как раз является применение оператора UIS, да, вы еще с ним столкнетесь при работе с другими конструкциями немножко, но вот на примере как раз чтения данных из файлика, это отлично видно, да, каждый раз мы писали кучу раз close, но если мы в таком виде будем использовать операцию, оператор как раз вот UIS, нет необходимости вообще писать close. Он автоматически будет применяться, как только вы из этого тела будете выходить, да, то есть, соответственно, вы открыли этот файлик, он у вас висит в фоне, как только цикл здесь заканчивается, завершается с ним работа, и эта операция, выход выхода выполняется автоматически. Ну, в дальнейшем мы еще с вами столкнемся вот с такой конструкцией и более подробно рассмотрим. Так, и что еще? Давайте так уже в конце нашей лекции поговорим немножечко про функции, да, зачем нужны функции, потому что вот в вашей домашней работе, сейчас которую вы первой получите, там вам нужно... Напишите кодировку, запятая, нажмите, смотрите, да, давайте вместе попробуем решить вопрос, если на кодировку ругается. Смотрите, если я хочу посмотреть, какие аргументы у меня, соответственно, могут быть в моей функции, заходите в функцию, ну, делайте ее интерактивной просто, да, вот сюда, курсор куда-нибудь, и нажимаете shift up. Все, вот вам отличная подсказка, что может быть в качестве аргумента функции. Shift up, да, нажимаете. Вот, смотрите, и попробуем. Здесь вот есть отличное описание. Да, вот как раз вот то, что я вставил, какие методы могут использоваться, для чего, то есть вам вообще даже справки не нужно, уже тут все, вам уже все подсказывают, как вообще работать с питоном, как работать, какие функции есть. Да, и давайте попробуем решить, да, попробуем, давайте поставить энкодинг. У кого ругается, равно utf-8. Так, теперь немного, давайте, да, возвращаемся к функциям. У нас домашняя работа, как раз надо будет просто базовая какие-то, произвести операции в Python, и давайте рассмотрим с вами как раз функции, как они задаются, что они из себя представляют. Итак, функция в Python это объект, который принимает как раз аргументы, как вы можете догадаться, и возвращает значения. Смотрим как раз на синтаксис, на сигнатуру. Обычная функция определяется с помощью def, то есть, смотрите, да, я хочу задать функцию просто сложения двух чисел. Я пишу def, наименование моей функции, ну, я ее назвал add. Она у меня принимает, соответственно, два аргумента, x и y. И возвращать должно, соответственно, его сложение. Я пишу, я функцию, соответственно, обозначил, сейчас хочу ей воспользоваться. Пишу наименование функции и передаю в качестве двух аргументов, соответственно, два числа, которые я хочу сложить. Дальше. У меня есть функция, их также может быть понятие необязательного аргумента. Когда да, я его могу не задавать, и он у меня задается по умолчанию. Ну, в данном случае, вот, у меня необязательный аргумент с равно двум. То есть, могу не задавать, могу задать и переписать его. В данном случае, вот, я создал функцию fung, два аргумента, один необязательный, и возвращает у меня сложение. Соответственно, fung с двумя аргументами 3 и 4, соответственно, дает сложение. 3 плюс 4 плюс необязательный аргумент 2. Если вы хотите изменить значение двойки на какое-то другое число, вы здесь, соответственно, можете добавить и переписать третий аргумент с. Что еще, да, на что стоит обратить внимание? Функция также может принимать переменное количество позиционных аргументов, как вот мы с вами рассмотрели. Ну, в данном случае, смотрите, я создаю функцию, и у меня может приняться любое количество аргументов. В данном случае я хочу передать в мою функцию, например, 4 переменные, да, 3 инта и одну строковую переменную, и их, соответственно, вывести. Ну, возвратить там, можно там, например, принц сделать. И, смотрите, в данном случае у меня здесь указывается уже, когда я не знаю, да, сколько аргументов могу передать, у меня, соответственно, здесь указывается звездочка args и возвращает у меня, соответственно, 4 моих переменных, которые, соответственно, в эту функцию передал. Дальше, что еще интересно? Функция моя может принимать и произвольное число именованных аргументов. Там у меня аргументы были неименованные, то есть просто позиционные, то есть как бы на позициях расставлены. А здесь у меня тоже точно то же самое, но аргументы именованные, да, то есть у каждого аргумента есть какое-то свое определенное имя. В данном случае я передаю при помощи двух уже звездочек. Ну, вот, достаточно просто. Синтексис один и тот же, ну, известно, да, стоит помнить, там у меня возвращается здесь кортеж, а здесь возвращается у меня словарь. Вот в этом единственное отличие, ну, как бы, здесь достаточно все прозрачно, просто стоит это, как бы, помнить и держать в голове. Хотим работать с именовными аргументами. Файлик сейчас мы с вами попытаемся запустить, да, но это важно, потому что домашнюю работу вы будете вот в таком формате делать, вы будете отсылать не Юпитер-ноутбуки, а файлик API, который автоматически будет у нас на сервере крутиться. Вы, что, как здесь происходит? Происходит вход программы, программа начинает, соответственно, она не получает точку входа, соответственно, она начинает отрабатывать по порядку. Она, соответственно, получает функцию hello, получает функцию main. Все, функции обозначены. Я говорю, я хочу использовать, соответственно, в конце у меня вызывается функция main, соответственно, я попадаю сюда, выполняется print, и, соответственно, потом попадаю после вызова функции hello, внутри функции main у меня выполняется print hello как этот файлик соответственно вызвать у вас создаете открывать новую консольку параллельно у вас уже готовы файлик low.py в которую вы только что скопировали этот код до пишите вот как помните как мы в начале лекции той смотрели есть вот там пакетный и интерактивный режим вот паки с помощью пакетного режима давайте попробовать файлик запустить пишите python или python 3 и название вашего файлика ну соответственно или вы относительный путь указываете если вы находитесь той директории где создали вот этот вот пайлик или полный да вот полный путь до этого пайлика пишите python 3 и у вас в консоли соответственно должно вызваться это главная функция hello world еще раз да не в юпитер ноутбуке а в пакетном соответственно режиме да точно также у нас будут крутиться ваши файлики на нашем сервере когда будет оцениваться ваше задание да еще раз вы вот этот текст попробуйте сейчас до чтобы разобрать чтобы все разобрались скопировать в блокнот блокнот переименовать flow.py да и этот блокнот выполнить с помощью в пакетном режиме то есть зайти в новую консоль написать python и python 3 и указать путь к этому файлу так на языке python да main это имя области в которой будет выполняться код верхнего уровня если программа у вас выполняется стандартным выводом или с помощью вот как раз вот интерактивного запроса да то name будет устанавливаться равном и то есть это ваша точка входа как раз ну да должно работать через main то смотрите когда вы вот я здесь как раз вот программу сделал вот здесь уже немножко программа посложнее и давайте зададим файлик more names dot 5 да здесь у меня есть некая логика опять же опять же известная функция main и когда вы соответственно хотите указать точку входа вы пишите соответственно такую конструкцию да два нижних подчеркивания name равняется мы и то есть при стандартном обращении к программе точно также наш сервер будет работать он будет искать соответственно вот эту данную конструкцию и начинать работу с функцией main то есть да еще раз это мы но даже на машине работы будем сдавать не в юпитер ноутбуках а в виде dot pi файлов которые вы будете отправлять на наш сервер наш сервер соответственно будет искать когда вашу программу будет смотреть он будет искать некую точку входа мы здесь будем так соответственно стандартную точку входа искать с помощью функции main давайте теперь еще раз попробуем уже создать вот такой вот файлик опять берем копируем вот эту нашу программку в блокнот да и попробуем с помощью python 3 python заходим в новую консоль python 3 more names dot pi и соответственно у нас должно запуститься наша конструкция здесь соответственно выполнится сначала функция has vowel потом соответственно функция print letters попробуйте да ну чтобы не у всех не заказал вопросов как соответственно оформлять свои домашние работы ведь свои домашние работы соответственно вы будете оформлять в виде функции виде вот такого вида функции то есть если вам нужно будет соответственно что-то вывести вы там будете вот так вот функция фар оформлять что-то что-то писать или возвращать там инструкции в домашних работах уже должны быть достаточно подробно и все тогда на сегодня у нас наша лекция закончена я очень рад был со всеми вами познакомиться сегодня вы получите ваше первое домашнее задание да она ну не очень сложно на самом деле будет да читайте обязательно на техносфере в нашем блоге да что будет соответственно что дальше предстоит ну так что на сегодня все огромное спасибо вам что пришли удачи